Доброго здоровья! Рядовая полиция Чехович, патрульная полиция Днепропетровской области. Что-то у вас, говорить не в войне горят? Наверное. Чеходови. Ходови. Ходови? По ним это ничто не горит. Так я остановился, что должно что гореть. Не, ну вы до этого, как уехались сюда. Ходови, как не было. Воно что-то с солнца отблизывало, что бог я знаю. Чехович, причина остановки, суть сквозного правопорушения. Доказы по справе, рассмотрение дела, составление постановления и все поехали. Я сейчас не распочинаю справи, просто поинтересоваться, то ходови у вас... Просто поинтересоваться, не такой причины остановки у нас. Ну я вас понимаю. Ваше удостоверение. Чехович, вы видели состояние дороги вокруг вашего поста? Бачу, вы уже не в первых тут пытаетесь. И что, что-то изменилось от этого? Так не от меня же все зависит. А от кого? Вы же прекрасно понимаете. Я вас как сотрудника полиции прошу обеспечить безопасность на данном участке дороги. Максим Александрович. Добре. Беспеку дорожного руху сповести. Мы уже сповещали просто. Нет, я хочу сейчас это сделать вместе с вами. Я не могу ехать по такой дороге. Это реально, нереально. Дальше уже лучше дорога идет. А что, здесь я не могу разбиться? Главное, чтобы у меня горел ближний свет фара. А то, что там невозможно проехать, что там можно просто остаться без машины. Доброго дня. Инспектор патрульной полиции, рядовой полиции Тарасов. Тарасов, вы видели состояние дороги на вашем вопросе? Да, Александр, видел. Какие-то меры принимали вы? Да, видите, я вам сразу скажу. Беспеку дорожную руху уже, наверное, раз в 10 ездила и пишет постановление. Вы видели, что ничего не меняется? Видите, что на данном участке дороги это действительно опасно, что надо дорогу перекрывать. Там невозможно ехать. Вы сотрудники полиции, я напоминаю вам, вы здесь стоите на посту не для того, чтобы за свет спрашивать, который абсолютно в данное время суток не несет никакой угрозы, даже если он отсутствует. Ну, вы что? Нет, секунду, я закончу. А вы здесь для того, чтобы действительно помогать участникам дорожного движения. Вы не против сейчас вместе со мной проехаться и посмотреть буквально, что происходит в 200 метрах от вашего поста? Довите, сейчас машина одна уехала. Я вас к себе в машину приглашаю. Нет, нам же нельзя. Да вам вообще ничего нельзя. Хорошо, пешком можем с вами пройтись? Мне нельзя за подлод 200 метров пройти. Сейчас машина следующая приедет, мы с вами, конечно, пройдемся. Да мы можем пройтись, это 200 метров. Мы можем сказать, что не про вас сложить больше шляховой деревянки, поэтому на безпеку дорожного руха. Мы это сделали. Я не могу, вы извините меня, я по этой дороге не могу проехать. Это ненормально. Мы знаем. Так что знаем? Надо ее перекрывать и временно пускать, значит, по встречной полосе людей. Ехать там невозможно. Вы тут стоите, занимаетесь херней. Останавливайте спросить, горят у меня ходовые огни или ближний свет фар? А то, что в 200 метрах от вас реально можно остаться без машины, можно попасть в ДТП, вас это не интересует. 200 метров от вас. Да что не интересует? Нам же потом оформляться, и нам же всем заниматься. Так давайте мы сейчас возьмем вот этот кусок дороги, перекроем и людей пустим. Возьмите, у вас есть ваши леденцы. Настойте здесь движение, чтобы люди обезжали по встречной, пока это возможно. Нам же невозможно проехать. Давайте сейчас любого водителя остановим, и мы послушаем, что он скажет по этому участку дороги. Давайте тогда просто прекратим улыбаться и веселиться, а вместе с вами что-то сделаем. Я потрачу реально свое время, я еду по делам. Мне не взападло взять, потратить на это время, для того, чтобы решить этот вопрос. Давайте решать. Идемте описывать, перенаправлять движение, что-то делать. Ребята, это ненормально, так ездить не нужно. Если вы не хотите ждать, сейчас минут через 20 приедем. А чего мы будем ждать? Я не могу понять. Пока кто-то в ДТП? Так пусть один из вас тут идет. Зачем вы вдвоем? Один писать умеет, второй читать? Смотрите, у нас сейчас мы остались двух на посту, у нас есть еще сработка рубеж. Если мы сейчас с вами пойдем ямы рисовать. В смысле, а это что? Я не понимаю, рубеж важнее, чем ямы? По этой дороге... Конечно, важнее. В каком плане? Важнее? Там уже какие-то убийцы в Брозе, кто-то ездит. Так этот убийца до вас рискует не доехать по такой дороге, и вы понимаете? Ну, для него, значит, вся дорога сделана. Нет, это не для него. Послушайте, мне наплевать на убийцы маньяков. Меня интересует моя личная безопасность и мои семьи. По той дороге, которая у вас в 100 метрах от поста, в 200 метрах, невозможно ехать. Ребята, давайте что-то делать. Берите знаки, опасный участок дороги, перенаправляйте движение, вызывайте, если надо, дополнительный патруль. Где же вам сейчас знаки возьмут? Слушайте, это что? Это сегодня с утра произошла такая дорога? То есть с утра она в 8 утра? Да давно. Не, она в 8 утра была хорошая. А вот с 8 до 9 она испортилась, поэтому у вас не было времени подготовиться. Вы когда принимали, сегодня заступали на службу, принимали этот пост, принимали вокруг него, что происходит. Вы что, не знаете, что там ужас происходит? Вы что, не знаете, что там ужасно надо что-то решать? Не ждать дорожную службу, а принимать меры. Еще раз напоминаю, вы стоите для обеспечения дорожной безопасности водителей. Я вам как водитель заявляю, это небезопасно, там ездить невозможно. Пожалуйста, мы с вами сейчас идем и что-то делаем. Перекрываем, перенаправляем. Считайте, что дорога там тупо провалилась. Вот если бы она провалилась, вы бы что-то делали? Так вот она провалилась, там ее нету. Ее тупо нету, пацаны. Сейчас мы тогда ожидаем. Кого? Наш экипаж. Для чего? Да мы пешком с вами пойдем. Да пусть один на посту будет охранять его. В чем проблема? Ну, инструкция. Приедет проверка, ну, будут проблемы у меня. Вас интересует, вас в вашей жизни реально интересует только то, что скажет вам ваша проверка. Меня ваша проверка не долбит. Я сознательный гражданин Украины, который платит налоги, который платит с каждой заправки. Да я не обращаюсь, я требую принять меры. Давайте сейчас приедем, будет кем заняться этим делом. А вам вы не хотите заниматься этим, я упорно не хочу. Я даже пойду с вами, понимаете? Я с вами... Идемте фотографировать, остановлять движение, перенаправлять, что-то делать, это ненормально, ребята. Сейчас все сделаем, только мы ждем. Я вас вот там вот ожидаю, на ямах найти. Все, правильно. Вот такие ямы. Вот так выглядит дорога возле поста. Вот так выглядит. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Как можно на данном участке дороги ездить с обеспечением какого-либо безопасности? Знаем, знаем. Ну, то, что вы знаете, можно принять какие-то меры? Ну, хотя бы минимальные. Просто перекрыть здесь участок дороги и пустить хотя бы по реверсному движению людей, чтобы они здесь так не мучились. По реверсному, это мы куда его ажим? Ну, в московскую пустим, спустим на московскую. Ну, почему? Ну, вот прямо хотя бы вот этот кусок дороги, который плохой, хотя бы чтобы они объезжали. Да, где они обратно переедут на эту полосу? Там же нет разделительного. Ну, дальше вот они упрутся там и переедут. Ну, что, невозможно? Ну, как здесь можно ездить, если здесь невозможно проехать? Как здесь можно проехать? Ну, можете принять какие-то меры? Или мы просто будем в молчанку стоять играть? Вы на меня посмотрите, я на вас, и дальше люди будут ездить, здесь мотюкаться. Так я вас слушаю. Вы же скажете? Да, я прошу вас, посмотрите, посмотрите на датужицы, принять меры. Сегодня была безпека дорожной рукой, это обстеживалось. А что тут обстеживать-то надо? Тут я лично уже написал не одно заявление по данному факту. А мы не один раз уже склали. Так, давайте принимем меры. Смотрите, представьте, что это... Что вы предлагаете в данном случае? Я предлагаю хотя бы пустить людей по реверсному движению, по нормальному участку дороги. Да прямо они упрутся, вон они и съедут. Ваш пост проедут они, вот ваш пост проедут заправочную станцию. И там опять начинается двухполосная полоса. Сейчас опять на БДР набрать, еще раз. Кого тут набирать? Посмотрите на этот ужас. Представьте, ну вы представьте, что дорога рухнула. У меня нет с собой знака, чтобы поставить реверсное движение. Да вам не надо знаки, у вас есть у вас джип. Поставьте джип-мигалки, возьмите леденец у этих бездельников на посту. И пропускайте всех в правый ряд. Ну а как? Это бездельники такие же ребята, как и вы. Если ничего не сделаете, я не знаю, что надо делать. Ну как можно на это спокойно смотреть? Это нормально по-вашему? Ну это ненормально. Так давайте что-то делать вместе. Что я могу? Хотите, я могу что-то написать? Хотите, я могу позвонить? Вот я к вам обращаюсь. Давайте вместе что-то решим. Сколько раз вы уже писали? Ну минимум два раза. Минимум. Видите, а представьте, сколько раз вы уже писали? Как минимум в нашу смену, только нашим батальоном три раза. Так давайте дождемся, пока кто-то убьется здесь на этой дороге. Ну кто-то разобьется насмерть. Там знаки поставили, что я бы обещали сделать. Сейчас подсохнет, обещают ремонтировать. Куда подсохнет? Уже высохло все. Своей стороны сделали все. Давайте перекроем. Представьте, что дорога просто взяла и рухнула. Ее нету. Вот нету дороги. Что тогда вы делаете? Вы приезжаете и до момента, пока устранят эти проблемы, людей пускайте по какому-то другому пути. Вот ее нету здесь. Любого остановите, дороги здесь нет. Ну как быть? Я не понимаю, как еще боль народа донести? Делаем со своей стороны. Ну все, что от нас зависит, мы делаем. Ребят, ну как мы не можем физически заставить дорожную службу, чтобы взять за бар и его притянуть? Хорошо, вы физически можете обеспечить сейчас безопасность участникам дорожного движения? Безопасность людям. Просто взять и сказать, люди, здесь небезопасно ехать. Здесь небезопасно ехать. Ай-яй-яй. Объезжайте вот там. Тут небезопасно. Мы услышали, вот сейчас мы свяжемся с командиром. Будьте любезны. Я подожду, потому что я не могу, я не могу на это смотреть. Это ваше право, ожидайте. Я вас прошу, пожалуйста, предупредите людей. Да это не пожелание. Это как, какое пожелание? Я вам говорю, что здесь опасность. И людей надо предупреждать о том, что впереди опасность. Объезжайте, не едьте здесь. Стоят знаки, которые предупреждают. Знаки здесь о снижении скорости предупреждают. И все. И о том, что впереди ваш пост. Бесполезный. Это все знаки, которые стоят. Вот так вот, ребята, сейчас проползают здесь водители, которые двигаются в сторону Днепропетровска. Напомню, это Харьков-Днепр дорога. Проползают все буквально возле поста ГАИ очень медленно, потому что здесь просто кончилась дорога, ее здесь нет. А то с этой зимой сошло все, что можно было. Люди вот буквально проползают. Я не знаю, на джипах невозможно проехать. Пиздельники же по-прежнему стоят, ни хрена не делают, останавливаются всякую ерунду. Ничего они здесь делать не могут. При том, при всем, что другая полоса более-менее живая, по ней можно было бы пустить, конечно, машины. Но никому до этого нет дела, к сожалению. Поэтому одна надежда на то, что этот канал увидит кто-нибудь из тех, у кого еще совесть в этой стране осталась. Я имею в виду из власти мущих, которые примут волевое решение и, наконец-то, закатают эти долбанные ямы, пока здесь кто-то не убился. Найдите нам пояснение, вы заполните, мы поедем. Акачелыч, вы без моих пояснений не можете? Не, ну процедура, мы будем наблюдаем. Я поговорил просто с вашими коллегами, они сказали, что надо ехать писать заявление выполнение. Не нам пощить, потому что понимаете, чем больше, тем лучше. Два пояснения можете, пожалуйста? Да, можем. Так выбирать. Конечно. Будьте любезны. Он и приехал, ну, мы пообзорачиваем. А есть ручка у вас? И дайте мне эту планшетку, я быстро вам напишу. Вы можете пока пустить людей по этому, по реверсному движению? Честно, будем сказать, вот как есть, будем... Знаки нужны нам. На ВДР у нас же знаков нет. Вот для чего пояснение подбираем. Потому что нам тоже останавливается, и прямо скажу, не цензура, и как будто одним итиком. Я готов помочь, все, что надо сделать. Если не слышит вас руководство, значит, я сейчас еду к нему, чтобы услышали меня. На данный момент нам нужны знаки, чтобы поставить их для объезда. Ну, это проблема не сегодняшнего дня, согласитесь. Можно было знаки уже давно найти. Там можно, понимаете. Вот мы будем делать все, что у нас, что из ситуации, что мы в наших силах. Подобрать пояснение, поедем в схему. Заразим от мережной мережи. Блин, короче, замеряемся, привяжем. Будем делать все, что есть. Потому что мы сами же. Если въехал в яму, колесо пробил, за свои деньги ремонтируешь. Значит... Так а что за свои? Вам хоть выдают там деньги, чтобы ремонтировать? Нет, если мы вот так ехали, сейчас бы въехали в яму, пробил колесо, делаем за свои, либо служебное расследование. Как ты въехал, чего ты въехал. А если за свои успеть сделать, то можно служебное расследование не доводить, да? Нет, ну они же рапорт пишут, что за властный рахунок, интерфектуем опору. Я вам скажу честно, если бы после каждого момента, когда я попадаю в яму, вы за свои деньги ремонтировали, я бы даже заявление не писал. Пожалуйста, я на вас очень рассчитываю. Нет, я вам все равно говорю, я сейчас поеду все сделаю. Потому что вот так бы обращались, не так, что, знаете, нас повосстанавливаются. И питаются, короче. Нет, мак не доходит, давайте что-то делать, может быть, что-то получится. Удачи. Все, мы в ЖСУ, не надо. Привет! Что он хочет от тебя? Что хочет? Страховку. Нафига, ты что-то нарушил? Нет. Какую страховку? У меня раз таможня, я с таможня еду. Инспектор, сейчас, подожди, я выйду. За что остановил? Сказал, что я 10-е, согласно, ну, не растаможенной машине. Инспектор, ничего не перепутали? У меня вот это. Нет? Ну, я вижу, ты растаможен. Да. Свои точно. Не, вы объясните, зачем человека остановили и просите страховку, если он ничего не нарушил. В смысле? В прямом смысле? Вы что-то нарушил? Смотрите, я на камеру не хочу разом. Хотите вы или не хотите, вы сотрудник полиции. Да. От вашего желания тут ничего не зависит. А я не хочу, чтобы вы просто так остановили людей и хочу, чтобы вот этот участок дороги наконец-то починили. И обеспечили безопасность дорожного движения. Я согласился, что вы отдадите у него в следующей части. Нет, давайте вы объясните суть с кускойного правопорушения и проверки страховки. В связи с чем вы... Я тебе объясни. В смысле? 50 пункт, ст. 35. Он не подразумевает проверку страховки, это не нарушение. Я сказал, сейчас я проверю по Матрон-Транспорт-Бюро. Было такое? Причем здесь это? Вы проверите? Вы имеете право останавливать? А вы имеете право останавливать для выявления правопорушения счастье? В смысле? Ну, то, что вы делаете, это остановка с целью выявления нарушения. Это запрещено законом прямо. Есть 35-я статья закона. Абсолютно верно. У вашего причина остатки... По полиции есть, также 9 статья 10, бунт 10, правильно? Есть. Я знаю. Нет, это прекрасно знаю. Я объяснил человеку причину остановки. Да, но вы не можете требовать страховку. А я не требовал страховку. Я спросил, она есть или нет. Я не понимаю. Есть у вас страховка или нет? Вы требовали показать. Я сейчас гляну в МОТОРОТРАСПОТНОБИРО УКРАИНЫ Скучно, да? Скажите, скучно, да, тут стоять? Скорость никто не нарушает. Я вам объяснил, сейчас я гляну по МОТОРОТРАСПОТНОБИРО УКРАИНЫ Я вам показываю таможенные документы, что машина... Таможенные документы меня не интересуют. Как меня это не интересуют? Я как-то заехал в Украину, правильно? Я не таможенный. Так а зачем вы останавливаетесь, если вас не интересуют? 50-й фунт, статьи 35. Так вас же не интересует, это вы же не таможенный. Смотрите, я же объяснил, 10-й пункт есть. Это законная причина для остановки. Да, но вас она не интересует. Это чисто просто остановить, чтобы докопаться до чего-то. Я не имею права их смотреть, правильно? Не имеете? Так а с какой целью вы его остановили? Есть причина для остановки. Что вы хотели выявить? Причина для остановки есть. Просто интересно. Причина для остановки есть. Как в данном конкретном случае вы обеспечили, учитывая, что у вас в 100 метрах от поста нету дороги. Когда есть законная причина для остановки, так выясняются другие правонарушения. Конечно! Вот! Человек может быть не витресом состоять. Конечно! Вот вы сейчас правильно, абсолютно верно. А я вам напоминаю... Я ж не могу остановить человека, сказать, я хочу проверить, витресом состоять или не витресом. А я вам напоминаю, что остановка с целью выявления правонарушения – это прямое нарушение закона. Нельзя этого делать. Еще раз. Останавливать людей для дальнейшего выявления правонарушения. Ну, к примеру, вы остановили и говорите, а есть у тебя друг этот, а не тушитель? Ну, покажи. Давай посмотрим. Аптечка у тебя есть? Запрещено. Вот запрещено это делать. Нельзя. Еще раз. Как еще раз объяснить? Должен быть. Но проверить вы это не имеете права. Не можете. Не можете проверить по закону. Точно так же, как и... То же самое, что и вы сейчас хотели сделать. Вы остановили просто помотать нервы пацану. Просто помотать нервы. Ну, что помотать? Ну, денежку заработать. А вдруг что-то не так у него? Вдруг страховочки нету? Вдруг может быть какие-то глазки со вчера? Да, может еще что-то. Подождите. Так а что ждать? Как выявить автомобиль, которым управляет лицо в состоянии алкогольного обвинения? Так же они являются? Нет, не так. Если есть подозрения. Ну, к примеру, человек, допустим, едет с превышением. Либо человек виляет. Либо человек, ну, я не знаю, там создает аварийную обстановку. Смотрите, можно у вас чуть-чуть? Вот вы говорите, человек превысил скорость, да? Да. Потом такие же же люди, как и вы, говорят, что это незаконный прибор в автоматическом движении. Правильно. Я тоже это все развиваю. Так я вам объясню почему. Потом второй момент. Второй момент. Смотрите, я вам на первый момент. Второй момент. Автомобиль виляет. Скажите. Объяснить почему? Объяснить почему? Почему так сделали? Потому что вам нельзя верить. Потому что у вас забрали уже все. Ничего. Вам уже полномочий не оставили. Потому что любую лазейку, вот как в данном случае, вам дали причину для остановки иностранные номера. Да. И теперь все. Давайте всех останавливать. А вдруг там можно чем-то поживиться. А вот… Законная была остановка. Подождите секунду. Ваши требования о страховке они незаконны. Я не требовал страховки. Я спросил у человека есть ли страховой полис. Хорошо. Я спросил у человека, а не требовал. А совесть у вас есть? Можно спросить? Совесть? Да. Я ж не знаю. Я ж просто спросил. Если я скажу есть или нет, это будет мое субъективное мнение. Правильно? Про страховку то же самое. У вас совесть есть? Да. Вот скажите, вы стоите, работаете здесь. Служите. У вас реально здесь ужас на дороге творится. Ужас. Там люди просто машины свои чинят. И какого числа вы подъезжали и уже составлял автор? И что? Что-то изменилось? Что-то изменилось? Я просил. Я просил. Вот вы говорите, я обеспечивал. Я остановил чувака и хотел обеспечить безопасность дорожного движения. А в 100 метрах отсюда вы не можете обеспечить, хотя есть возможность перекрыть этот кусок и реверсным движением пустить по нормальной дороге людей. Можно же это сделать. Ничего это не стоит. Вот это реально... Я решаю. Я не могу взять, перекрыть дорогу. А кто? Я могу? Ну кто может? А почему нет? Если вы сотрудник полиции, вы видите, что на данном участке дороги ужас. Как это нет? Можете? Нет. Ну как это нет? А если бы дорога рухнула? Вот нету дороги, рухнула. Хорошо. Если дорога там провалилась, вы не можете ничего сделать. Вот она провалилась. Вот нет ее. Провалилась это одно. Да. Так вот она там провалилась. Она там провалилась. Я не могу понять. Ты ехал только что там? Только что. Расскажи, пожалуйста, как дорога? Ужасная. Просто нереально проехать, чтобы не удариться бамперами, летнищим, машинами. Дороги нету. Я с вами согласен полу. Так перекройте. Пустите. Мы не можем перекрыть. Как это нет? Почему? Да реверсным пустите движением. Реверсным. Хорошо. Тогда больше толку будет, если вы не тут будете стоять, а там. Система рубежная. И что? Ну вон стоит еще один бездельник. Он второй, который может выходить. Он же не может там рубеж. Система рубежная. Пусть он тут останется. А вы пойдите туда. Станьте там. Ну станьте там. Мы в атаке не можем разъединяться. Два человека должны быть. Вот. Фары горят. Человек только что ехал. Пробил два колеса. Два. Может ему помощь нужна? Вы об этом бы поинтересовались. Может быть. Я же его не видел, что человек там стоял. Да ну как не видел? Ну вы стоите. Я отсюда увижу человека. Так вот я вижу отсюда, что стоит человек по надобочиной с аварийкой. А вы не видите? Да вон, вон фура Астаны закрыла его. Вот сейчас фура отъедет, увидите. Давайте посмотрим место. Да давайте посмотрим. Это безопасно, чтобы его никто там не видел. Подъедьте. Узнайте. Поинтересуйтесь. Может помощь. 150 метров от поста стационарного. Пройдитесь. 150 метров недалеко. Мы не можем разъединяться. Конечно. Поэтому литовские номера можно кошмарить. Пацаны, удачи. Не мерзните. Можно с подарками? Конечно. Конечно, дружи. Спасибо.